шалом уважаемые дамы и господа рубрика переселение душ на сегодня посвящается поднятию души лейба сына янкеля и так часто люди сдают вопрос почему кто-то безвременно уходит с этого мира а иногда это очень добрые хорошие люди иногда и дети не про нас будет сказано но алейну очень такой трогательный и интересный рассказ начинается он много лет тому назад в 17 веке рабе и строим большим то основатель движения хасидизм ним пришла еврейская пара он благословил их на ребенка у них уже были дети родился мальчик мальчик возрасте двух лет как я уже сказал не про нас будет сказано не про кого ушел с этого мира пара молодая супружеская пара была трансе великая трагедия кутала их всех они приехали к рыбы крабе строили сказали ты же благословлял ты же был на обрезание вот час два года когда фактически ребенок был оторван от груди матери и как бы уже должен был продвигаться такое случилось без роль посадил их искал я должен вам что-то рассказать много лет тому назад в одной стране жил царь и царица них не было детей много лет пока она не выпросила у мужа вынести тяжелейший приговор и она сказала ему ты знаешь мой папа так делал это работал нашей стране есть евреи я слышала что если их давить и просить и ставить ультиматум то бог им отвечает царь сказал нет проблем он вызвал главу еврейской общины и сказал я даю вам срок пока не забеременеет моя жена вы молитесь просите умоляйте если нет через год я выгоню всех известно что выгнать всех из страны без копейки денег это было непросто для евреев это было на уровне смертного приговора времена были тяжелые вот большим то продолжает и говорит рождается ребенок этот был непростой ребенок это ребенок рождается от силы молитвы несчастных евреев этот крик души дошел до бога рождается молодой принц который не просто был смышленый ребенок он был вундеркинд он в ближайший срок буквально до 9 лет познал очень многие премудрости пока не находилась в этом государстве уже ни одного человека кто мог его научить чему-то новым отец выписал ему из дальней страны священник этот священник католик был очень такой интересный человек он был алхимик и он занимался разными такими премудростями что ребенок сразу с ним вот так соединился душа они учили днями и ночами у этого священника был один ультиматум одна просьба одно условие час в день вот этот час в день его никто не должен был беспокоить он просыпался утром завтракал и закрывался в комнате никто этот час не мог ему ничего сказать но принц кто может устоять против принца он достаёт ключ и открывает тайна комнату где живет его любимый учитель и по ужас что он видит его учитель сидит с огромной книгой раскрытой действия такие большие буквы и иероглифы и читает он справа налево они как нормальные люди а на гел на голове у него ремешки и коробочки такие как этот мальчик видел у его придворных евреев иногда когда он проезжал по стране он видел очень часто евреев с бородами которые шли вот таких вот ремешках и коробочках на голове ну понятно это был фильм он стоял в оцепенении то же самое состояние было его учителя учитель аккуратно закрыл дверь искал сынок ты подписал мне сейчас смертный приговор если кто-то узнает а времена были очень дремучие и страшные если кто-то узнает что я был рожден евреем и в тайне соблюдаю это мне конец принц пообещал ему клятвай что никто не узнает расскажи мне о себе он быстро поведал ему о том что он родился еврейской семьи и когда от семьи под страхом смерти потребовали казаки креститься он смолодушничал вся его семья приняла мученическую смерть отказавшись а он будучи молодым парнем крестился потом постепенно он попадает с украины в польшу где он взял на себя обед католичества он был очень толковый парень вся его жизнь прошла вот в этом вот синдроме самоуничтожения это называется на святом языке мы шумат не дай бог еврей который вот такой грех страшнейший делает его тора называет мы шумат мы шумат от слова уничтожения поэтому кстати самые страшные ненавистники евреев были именно вот эти крещеные евреями шум один он помнил одну вещь помнил своего деда тоже отдавшего жизнь в этом же тяжелом испытании он помнил что он сказал ему сынок для еврея самое главное это тфилин и шма израиль вот он говорит каждый день я одеваю этот тфилин я читаю шма израиль учу то что я помню и больше ничего не могу у меня нет ни семьи ни детей я уже пожилой человек и тогда принц говорит ему ты должен научить меня вот этой премудрости потому что я понимаю что все что ты знаешь истоки из этой книги этот пожилой человек понимал что идет на смерть он понимал что если кто-то узнает убьют не только его а может быть экзекуции придадут и принца он видит в этом знак от бога может быть ниточка спасения его грешной души была протянута ему в этот момент и он учит этого ребенка и через несколько лет ребенок говорит ему я не могу больше жить как не еврей я должен день моей бармицвы быть евреем но уже было 13 лет и вот они тайно бегут они бегут далеко к евреям и с тех пор их никто не нашел никто не знал причину ибо если бы знали причину это повелок за собой много погромов и убиений те времена были очень дремучий и вот большим то говорит этот человек вот этот мальчик после смерти вот своего учителя он становится великим равеном он создает еврейскую семью и он умирает его душа возносится наверх и наверху естественно за такой великий поступок можете себе представить его ждало золото и бриллиант был единственный наследник и он выбирает быть жить стать и умереть евреем это величайшая награда это герцедык истинный гер но была одна деталь которая не позволяла на небесах как известно за есть справедливость и весы они в точности до миллимилли миллиметра наверху сказали ты знаешь тебе нужно опять твоей душе спуститься в этот мир ибо ты был рожден у матери не еврейки и был вскормлен не еврейским молоком вот так уровень его уровень был такой высокий что требования к его душе были тоже очень высокий вот он спускается в этот мир и как известно что такие души заходили в особенные моменты и способствовали этому цадики праведники которые жили в этом мире и как большим то такие как аризаль такие как все ребес великие которые могли эти души направить своим благословением вот большим то говорит сверху ко мне было направлено это душа я направила именно к вам и вы должны понять одну вещь что в принципе то что произошло произошла велика вещь душа вашего сына поднялась наверх и закончился цикл и вот на такой вот ноте дамы и господа трогательные мы завершим наш рассказ еще один рассказ про переселение душ шалом шалом и и и и и и